добрый день меня зовут борис акимов я приветствую вас на вебинаре лаборатории социального предпринимательства тема сегодняшнего вебинара блокчейн для социальных предпринимателей буду вам показывать презентацию и рассказывать о том зачем вообще блокчейн предпринимателям особенно если они социальные предприниматели чуть-чуть расскажу про себя я до 2010 года зарабатывал все на жизнь тем что был журналистом и не бизнесом своим не социальным бизнесом не фермерами не продажи продуктов тем более блокчейн о котором тогда почти никто не слышал не занимался и в 2010 году мы с друзьями основали наш фермерский фермерский кооператив лавка лавка тогда это конечно было совсем никакой не кооператив а просто дружеская компания которая на кухне просто у кухни на кухне мог приятели упаковывали продукты которые мы брали на фермах у наших новых друзей ферма в конце концов мы стали разрастаться с этой кухни ушли сначала создали интернет-магазин полноценный потом стали открывать розничные точки потом увлеклись уже и гастрономии рестораны потом рынки появились в общем всячески стали развивать инфраструктуру для малых средних семейных фермеров для тех кто не может быть всяким системным партнер существующие экономические психосистемы и в общем в этом смысле уже тогда такую социальную нагрузку социальную нагрузку несли и думали не только развитие бизнеса своего но о том каким образом помогать вот этим маленьким семейным фермерам для которых ритейл был чем-то страшным пугающим вообще не дружелюбно совершенно был еще далеко до санкции 14 через знакомство с фермерами могут пришли к тому что стали себя осознавать идентифицировать именно с их интересами и в конце концов и юридически тоже пришли к тому чтобы стать кооперативом полноценным кооперативом лавка лавка это сельскохозяйственное производство с бытовой кооператив спска лавка лавка и 2017 особенно к тому что помогает социализировать наши идеи достучаться до конечного человека включить этого человека в какой-то вот наш мир вот эти механизмы на всегда были интересны поэтому блокчейн стал для нас очень любопытным таким открытием мы очень бурно так нырнули в этот мир блокчейна и стали с увлечением его изучать водная информация по криптовалютам да естественно лидером лидером среди всех явлений которые породил пока получен является биткоин я думаю что биткоин такой маркетолог хороший маркетолог блокчейна и если бы не он то если бы не рост стоимости биткоина то о блокчейне и крипто технологиях счет долго бы никто не знал трос привлек внимание к этому саму к самой технологии при этом по сути делом если всем кратко за объяснить а что это такое вообще блокчейн криптовалюты то надо сказать что блокчейн это распределенный реестр то есть любая информация любая информация может быть там записана и хранится эта информация будет на десятки миллионах на сотнях миллионов компьютеров каких-то других носителях которые способны информацию цифровую соответственно нет единого информации и в этом смысле масса дубле носителей и изменения любого в любом носителе этой информации тут же блокируется всеми остальными носителями поэтому считается что блокчейн очень надежный и прозрачный потому что невозможно подделать то есть если эта запись блокчейне и 10 миллионов компьютер информацию одному и ту же несут то он для того чтобы ее поменять нужно чтобы единовременно изменение произносит более компьютеров которые совершенно существуют независимо друг от друга это пока не удавалось никому вообще сделать в истории поэтому взломать именно блокчейн вот таким образом никто не смог поэтому блокчейн не сводится только криптовалютам давным-давно живем уже в эпоху когда деньги это тоже информация мы уже не с оболинками мы каким-то даже наличные деньги отходят уже да мы платим какими-то циферками которые существуют на нашем счету с одного банка куда-то уходит другое место кто эти циферки на самом деле порождает какая миссия скажем у доллара рубля каким законом этой миссии происходит никто не знает вот в этом смысле криптовалюта гораздо более прозрачное явление во всяком случае всегда можно увидеть количество или иной криптовалюты на самом деле то или иной информации информация которому трактуется как как информация о валюте существует и какое движение валюта осуществляется это может каждый человек сделать благодаря потому что он есть блок explore такой специальный способ треть внутри внутри блокчейна но повторюсь что криптовалюта чейна с точки зрения маркетика на самом деле конечно он не сводится к этому главное достоинство лучей на этой возможность хранить верифицированную информацию довольно такая дешевая простая в использовании технологии при этом последний год из-за того что биткоин роста в цене и все остальные криптовалюта в декабря просли в цене это все породил дикий интерес к криптовалютам блокчейна благодаря этому на самом деле зацепило и нас и 2017 году мы придумали нашу форму биакой и наши ценности мы ретранслировали создали инфраструктуру для всех важны вот эти самые ценности ценности слоган поддерживая зеленую экономику что бы ты делал производил еду продавал еду кафе рестораны или ты производишь одежду или производишь любые услуги если ты эко-френдли то ты можешь вступить в эту платформу и собственно благодаря платформе развиваться более эффективно вот на первом слайде написано что биокоин обменяет бизнесы почему я сказал легальный электронный актив продается покупается юрлицами используется программе лояльности выгоден покупать посмотрим что у нас на втором слайде и очень важно было сделать так чтобы уже сейчас для нас на самом деле это номер один задачи и мы первые на самом деле кто в россии и решили сделать так чтобы без который мы еще все еще ждем регулирование блокчейна регулирование криптовалют без этого можно уже существовать здесь сейчас для этого была большая работа нашими юристами и не нашими привлекли к этому делу в результате чего родилось юридическое заключение которое интерпретирует биокоин как право требования право требования бонусного балла вообще юридическое понятие право право требования и право требования может покупаться продаваться передаваться на каких-то любых условиях кому угодно и кем угодно юридическим лицам физическим а балл бонусный это юридический при этом большое количество уже практик связано с системой лояльности существует в россии в мире в россии и баллы кто только не использует мили аэрофлота один самых известных и сейчас спасибо из сбербанка по сути дела что вы можете приобрести какой-то товар например билет аэрофлота за мили они за рубли хотя денежные суррогаты запрещены в россии тем не менее практически поэтому наша задача была вот в рамках уже существующей практики в рамках системы лояльности интерпретировать биокоин биокоин поэтому сейчас существует легальный электронный актив как право требования бонусного балла то есть блокчейне есть есть технологии блокчейн в ней есть запись это запись право требования бонусного балла то есть когда кто-либо юридическое или физическое лицо предъявляет отработает и так юридическое физическое лицо если она предъявляет право требования в этот момент ему начисляется бонусный балл который уже списывается, и на списание этого бонусного балла, как бы на сумму бонусных баллов ему предоставляется скидка, и он получает товар. Скидка при этом может быть там вплоть до 99,9% от суммы стоимости товара. Таким образом была решена проблема правового статуса биокоина, и уже сейчас он продается, покупается юридическими лицами по безналу банки, проводят... Уже последние месяцы происходят, уже было много таких опыта, и вопросов пока никаких к этому не возникает. Вот, и... Вот, я как сказал, юридическая правовая ситуация в стране, она накладывает на технологию самого проекта серьезный такой печаток. Биокоин существует в двух ипостасиях, как право требования балла и как сам балл. Право требования в блокчейне находятся в распределенном пространстве, а сам балл, который начисляется при предъявлении право требования, находится внутри централизованного пространства, потому что можно сколько угодно говорить о преимуществах технологии, но если покупателю это невыгодно, то и бизнес не будет это использовать, потому что бизнесу для чего нужен любой инструмент, в том числе система лояльности, хоть там новый блокчейн или как-то еще, для того, чтобы... для того, чтобы привлечь новых покупателей, для того, чтобы увеличить... ...в том случае, если покупатель сам будет заинтересован в использовании этой системы. Теперь представим себе покупателя, который пришел, скажем, за колбасой, или за книжкой, или за кофе и заплатил рубли за это. Ему в качестве кэшбэка начислены были биокоины. А можно вообще вывести его в рубли и просто оплачивать рублями где угодно вообще. Значит, покупатель получает биокоин, но в отличие от балла он ликвиден, потому что его можно отоварить почти везде, а сейчас скоро будет вообще везде, может быть, потому что мы совместно с Токбанком выпускаем карту биокоин, в котором карточка виза, Токбанка привязана к криптокошельку, и тем самым можно будет оплачивать, использовать биокоины, которые вам, например, начистили в лавке или в WB, или где еще, где угодно, в любой вообще точке мира, где просто принимают визу-карточку. Потому что вы будете оплачивать так называемыми фиатными деньгами, которые будет банк за вас платить в момент расплата с вас, списывать этот момент с криптокошелька. Поэтому таким образом достигнется полная ликвидность биокоина для покупателя. Он сможет его использовать вообще где угодно. При этом курс биокоин будет меняться, в отличие от курса того же рубля, потому что в этом смысле он будет похож на кэшбэк в рублях вроде бы. Вот пришел, мне что-то начислили, я эти рубли потом где-то потратил. Но рубль, он и есть рубль. А вот биокоин, курс меняется в зависимости от спроса на него на торговых площадках. Спрос напрямую связан с количеством, собственно, бизнесов и покупателей. Чем больше покупателей пользуются этим, тем больше бизнес этим пользуется, тем больше спрос, количество биокоинов самих ограничено. Таким образом спрос начинает расти, курс биокоина растет, тогда покупатель, которому достается бесплатно этот биокоин, он очень мотивирует его приходить именно в те бизнесы, которые ему начисляют эти биокоины. Значит, бизнесу выгодно, количество пользователей начинает увеличиваться, средний чек начинает расти. И таким образом круг замыкается. Возможности программы лояльности. Да, ну я уже на самом деле начал в каком-то смысле рассказывать, как это все работает. Скажу еще, что, безусловно, тут существует, как у любой другой системы лояльности, я вижу, что вопросы поступают. На самом деле я потом, после того, как презентацию закончу, расскажу и подробно отвечу на все вопросы. Как и любой другой системы лояльности, есть, безусловно, синергетический эффект у коллективной системы лояльности. Когда у меня начисляют некоторую ценность, которые, какие-то баллы, скажем, которые я могу отоварить не только в этом бизнесе, но и в каком-то еще. Значит, бизнесы начинают отправлять клиентов друг к другу. От этого, опять же, количество клиентов должно увеличиваться. В данном случае мы объединяем те бизнесы, которые разделяют какие-то похожие ценности, и тем самым к нехожей аудитории обращаемся, и они вообще какой-то любой, скажем, как в случае с карты Малифа, которая работает, по принципу, объединили кого-то, непонятно, кого и как. Здесь важно, что эти бизнесы в той или иной степени за экологическое будущее, светлое, зеленое будущее, и здесь сейчас используют какие-то экотехнологии. Поэтому, безусловно, вот этот синергетический эффект от того, что похожая аудитория, он присутствует. Но здесь, конечно, то, что я уже немножко проговорил, синергии, синергии, но самое главное, что за счет того, что используется блокчейн, что используются криптотехнологии, у потребителя не просто возникает ощущение, что я поддерживаю какие-то правильные, ответственные бизнесы, потому что я ответственный потребитель, что по-самому себе прекрасно. Но еще у него возникает такое чисто эгоистическое чувство, он выбирает эти бизнесы, потому что ему кажется, он получает вместе с продуктом или услугой, биокоины, которые ему должны казаться ценностью. Если они ему кажутся ценностью, он выбирает именно эти бизнесы, а не какие-то другие. У нас есть, в принципе, уже некоторое количество приложений, скажем, для андроида, криптоприложения существуют, для iOS вы должны выйти буквально через неделю, кошельки есть для ноутбуков, но они такие, они для тех, кто давно уже в мире крипты, это вот такой удобный инструмент. Мы хотим обратиться в первую очередь для тех людей, которые ничего по поводу криптовалют не знают и вообще далеки от этого. Мы сейчас как раз готовим такое приложение, которое, наверное, в июне месяце будет выпущено, мобильное приложение, в котором для конечного пользователя вообще не будет никакой разницы, он не будет видеть разницу между балом, биокоином и токеном биокоином. Он будет видеть просто что-либо на счету, у него такое-то количество биокоинов. Если он внутри системы лояльности, их использует, они интерпретируются как баллы. Если он выводит их за пределы системы лояльности, то уходит с его счета уже непосредственно монеты, непосредственно сами биокоины. Следующий слайд. Да, вот расскажу вам еще, что биокоин зеленый еще не потому, что он обменяет зеленые бизнесы, а еще потому, что он использует алгоритм постмайнинга, это proof of stake. Он возник в 2014-2015 году, этот алгоритм, то есть сильно позже, чем, в принципе, возник там биткоин, блокчейн. Он уже тогда позиционировался, первая была монета, которая называлась пиркоин, и она сейчас существует, которая позиционировалась как эко-монета, биомонета, потому что она, ну и, собственно, мы нашу блокчейн построили по этому же принципу, мы не используем майнинг, который используется, скажем, для производства эмиссии эфира, к эмиссии биткоина и там других самых популярных криптовалют. Уже сейчас майнинг, майнинг это очень трудно, энергозатратная сфера на планете, и вот, по-моему, в декабре месяце была новость о том, что если взять всех майнеров по всему миру, по всей планете, посмотреть, сколько они электрично потребляют, то кажется, что майнеры потребляют электричество уже больше, чем вся Белоруссия вообще. Вот и тут даже правильно написано, что если бы майнеры мира создали свою страну, она заняла бы 61 место в мире без потребления электричества. И еще одна такая футурологически устрашающая новость и факт о том, что если предположить, что все будет с точки зрения майнинга биткоина и майнинга других криптовалют развиваться так, как развивалось до этого, последние 4-5-6 лет, то окажется, что 80% всей электроэнергии Земли в 2022 году будет уходить на майнинг. В общем, конечно, это такая довольно страшная штуковина. Наверное, все пойдет не совсем так, надеюсь, да? Но в любом случае, вот алгоритм Proof of Stake, который использует BioCoin, это, с одной стороны, возможность использовать технологии криптовалюты, блокчейн, с другой стороны, не угрожать планете. И что это такое, собственно, Proof of Stake? Это значит, что монеты, грубо совсем обобщить, но значит, что монеты, они выпущены просто с самого начала были. И дополнительные эмиссии во время подтверждения транзакции, как в случае с биткоином, не происходит. И для того, чтобы мотивировать людей, поддерживать безопасность сети, есть дополнительная эмиссия в размере не более 5% от общей суммы выпущенных монет. И эти монеты, эти вот дополнительные эмиссии распространяются на тех, кто держит включенными кошельки. То есть, скажем, здесь у вас ноутбук, он работает, у вас кошелек включен, он онлайн, вы автоматически будете получать вознаграждение, вы будете вот этим постмайнером. По сути дела, зеленым майнером, то есть, да, вы будете получать монеты, но вы для этого не используете дополнительные мощности, вы не ставите какие-то айсики, вы не ставите какие-то карты там дополнительные, вы все вы все делаете в рамках просто того, что у вас ноутбук включен, как и обычно был бы включен. То есть, все. Биакоин поддерживает, развивает местное сообщество фермеров, производителей, продавцов чистой натуральной продукции. Да, я уже сказал, что для нас важны не только уже и фермеры, и не только производители продукции зеленые, но вообще, в принципе, те бизнесы, которые себя ощущают внутри вот этого зеленого комьюнити. Мы их объединяем внутри блокчейн-платформы, главным образом внутри системы лояльности, и даем таким образом тому потребителю, который хотел бы выбирать вот такого типа услуги и товара зеленые, возможность определить их просто, потому что он внутри системы лояльности их видит, выбирает тот иной товар, услугу, исходя из того, что он есть внутри системы лояльности. Для чего необходима социальным предпринимателям криптовалюта и как она может вызывать регионы? Надо сказать, что для нас всегда вот этот человек, который стоял за продуктом, вообще человек, который где-то в провинции, в селе производит товар или услугу, он он очень значим, мы считаем, что когда потребитель выбирает именно такой продукт, он поддерживает какого-то малого производителя, тем самым развивает территории и вкладывает в развитие какой-то конкретной какой-то деревни, какой-то конкретной семьи, какой-то конкретной инфраструктуры, там, создает жизнь деревни и всю нашу на самом деле деятельность она была направлена именно на то, чтобы показать конечному потребителю важность именно такого потребления, что еда может быть не только едой, но движущей силой, которая меняет жизнь вокруг нас в лучшую сторону. И в этом смысле BioPoin для нас тот же инструмент. Блокчейн технологичный дешевый инструмент для развития регионов. Сейчас расскажу, может быть. Понял, я тут расскажу. Блокчейн и криптовалюта как инструмент развития местных сообществ и регионов. Тут я расскажу на конкретном примере собственно BioCoin у нас уже создана база своя, которая соединяет возможности блокчейна и криптовалюты системы лояльности. Система лояльности по сути дела что это такое? Это инструмент скрепляющий какое-то сообщество, выбранное по определенным каким-то критериям. Например, мы приверженцы зеленых технологий экофрендли. И по всему миру такие люди есть, и они гипотетически в будущем, которое мы хотим построить. Вот они используют систему лояльности BioCoin, где бы ты ни жил, в Франции, в Америке, в России, ты потребляешь товары и услуги в тех бизнесах, которые тебя награждают BioCoin, потому что ты хочешь этого самого светлого будущего. Это сообщество, оно распространено по всему миру. Сообщество может быть территориальным каким-то. И вот для таких территориальных сообществ, для развития этих местных территориальных сообществ, мы уже сейчас разрабатываем такое на блокчейне комплексное инфраструктурное решение, результатом которого должен быть продукт, который мы пока так назвали блокчейн-земство. Ну, не буду рассказывать, что такое земство, дореволюционная Россия, все знают, но это были очень эффективные инструменты развития местных сообществ, решения проблем, такие, которые были связаны с дорогами, медициной, образованием, без участия государства. Само местное сообщество этим занималось. Вот блокчейн в данном случае является очень высокотехнологичным инструментом, которое должно породить доверие внутри местных сообществ, доверие друг к другу, доверие к тому, что они вместе могут много чего сделать без участия каких-то внешних инвесторов, без участия государства, даже, может быть, без участия региональных властей, если есть какой-то населенный пункт, там, несколько тысяч человек есть, или даже несколько сотен, они уже много, много чего могут сделать вместе. Так вот, скажу просто конкретный пример. Есть Татарстан, есть в этом Татарстане муслимовский район, это самый бедный район Татарстана, там живет 12 тысяч человек. И вот эти 12 тысяч человек, мы для них готовим какое решение, как региональную систему лояльности. Мы говорим, давайте вот вместе сделаем для вас, вы сами для себя сделаете какой-то проект, который вам очень важен. Ну, сейчас давайте, мы сейчас пока не остановились на каком-то конкретном проекте, но предположим, нужен, не знаю, мост, или нужна детская площадка, или нужна парикмахерская, или нужна какой-то магазин, или нужна какая-то, какие-то врачи, нужны новые ставки в поликлинике. Ну, пусть это будет какая-нибудь детская площадка, скажем, классная. Давайте вот вы сами себе построите без участия каких-либо внешних ресурсов. У вас 12 тысяч человек, почему бы вам не скинуться и построиться это дело? Ну, как понять на самом деле, кто скинулся, кто не скинулся, сколько набрали вообще? Дело так, чтобы все это было прозрачно, технологично просто, с одной стороны. С другой стороны, дело так, чтобы это не просто был такой краудинвестинг, но он бы породил какой-то больший инструмент, чем просто создание одной площадки. Хотя это тоже здорово, потому что возникает вера в себя в местном сообществе. Мы говорим, давайте так, вот мы скидываемся, вы за ваши 5-10, не знаю, 100 рублей, 500 рублей, получаете вот какой-то токен, который будет будущим этим баллом, который центром вашей системы лояльности. А те бизнесы, которые на вашей территории есть, они тоже подключаются к этой системе лояльности и, собственно, обязуются вот эти баллы, которые вам на блокчейне выпущены, а не же токены, отоварить вам после того, как будет построена вот эта самая детская площадка. То есть фактически это отложенные обязательства местного бизнеса, но через привлечение к себе дополнительных клиентов. Понимаете? То есть люди скинулись, построили детскую площадку, в обмен рублей получили токены. Эти токены, которые функционируют внутри правого поля России, как балл системы лояльности региональной, районной, они отоварили в местном бизнесе. Таким образом, решена проблема возникновения детской площадки, которая там нужна. Решена проблема возникновения доверия на местном уровне, которое очень нужно нам всем, чтобы дальше как-то развиваться человечнее. Решена проблема того, что местный бизнес получил каких-то новых клиентов, которые к нему вернулись просто потому, что у них есть вот эти некие штучки, которые они хотят отоварить. Дальше эти штучки, собственно, эти токены, баллы, они остаются в обороте. То есть они не просто отоварены и все, а их дальше можно начислять уже новым клиентам. Тем самым решается следующая проблема, вообще, по-моему, самое важное. Создается инструмент, побуждающий тратить деньги, просто рубли, тратить деньги, рубли в том месте, вот где ты живешь или куда ты приехал. Вот ты приехал и оказался в этом районе. Если я здесь потрачу, мне вот начислят мои вот эти вот баллы, токенизированные баллы, местные, местную, пока никто не слышит, местную мою криптовалюту, я ее смогу здесь же потом еще и отоварить. Мне не надо, если я поеду куда-то еще там из этого района выеду, мне там их не начислят. Может быть, там даже были выгодная цена, но стоит ли ехать, потому что, к тому же, здесь я получу, может быть, чуть дороже даже, но, с другой стороны, товар сам. С другой стороны, я получу вот эти баллы, токенизированные, которые я смогу здесь же отоварить, и в целом, может быть, будет и дешевле. А если на это замыкается еще то, что у этого балла, токена, есть курс в отношении к рублю, то, естественно, мотивация этих токенов ограниченное количество, а спрос на них растет, потому что новый бизнес начинает использовать для начисления своим клиентам, то мотивация у человека тратить деньги на местности, а что, собственно, важнее, чем то, чтобы сделать так, чтобы деньги остались на местах, а не улетели куда-то там из района в региональный центр, из регионального центра в Москву, из Москвы какие-то офшоры в Лондон, Нью-Йорк и так далее. То есть, таким образом, вот это решение, оно способствует ускорению, возникновению, вообще ускорению местных экономик, которые сейчас являются, по сути дела, в 99% случаев просто полем, с которым вытягиваются деньги, даже в дотационных регионах, когда говорят, вот дотационный регион ему дают деньги, ну, такая вещь спорная, потому что они даются, потом они вытягиваются оттуда, мы должны дать инструмент для местного сообщества и Биокоин, собственно, дает этот инструмент, потому что мы внедрили такую технологию, называется Colored Coin. Colored Coin это значит возможность выпуска токена на нашей платформе на базе Биокоина. Таким образом, скажем, для муслимского района Татарстана и для Калининградской области, с которым мы там тоже сейчас начинаем переговоры или каких-то других, необязательно территориальных сообществ, неважно, для любых сообществ, которые могут быть децентрализованы или централизованы в каком-то регионе или объединены по какому-то иному принципу, возникает возможность дублирования нашей инфраструктуры, которая, с одной стороны, блокчейн, инфраструктура, с другой стороны, инфраструктура, системы лояльности, но уже на базе своего токенобала, который при этом связан с материнским токеном биокоин и не для конечного потребителя, а для бизнеса, который внутри системы лояльности существует, уже с новым этим баллом, ему необходимо для того, чтобы эта технология, вся эта платформа работала, какое-то количество биокоинов, как материнское активы, которые делают возможным прохождение транзакции в его новом балле. Таким образом, это порождает спрос и на биокоин тоже через спрос на токены, выпущенные на биокоине. И так как количество биокоинов ограничено, спрос на него увеличивается и стоимость его вырастает. вот подошел к концу. На самом деле, честно признаюсь, вебинары даются мне тяжеловато, потому что, когда нет вопросов, и вообще я не вижу никого, кто меня слышит, говорить вот это в собственную презентацию довольно тяжело, поэтому прошу прощения, если я иногда, как ты говорил, невнятно повторялся, и в общем, был иногда не совсем уверен, мне выглядел не совсем уверенным, потому что говорить просто в экран собственного компьютера сложно. Давайте я сейчас почитаю вопросы, которые возникли и продолжайте их задавать тоже. Так, вопросы. Где можно будет отслеживать рост и падение биокоина? Да, это уже можно сделать. Тут Андрей Бугров, кто-то ему ответил, дал ссылку на CoinMarketCap сайт, в котором со всего мира аккумулируют информацию о всех криптовалютах, со всех бирж, со всех кредитовых бирж. Курс там можно смотреть, в принципе, в приложении его можно смотреть, его можно смотреть на каких-то сайтах, которые по API соединены с биржами. Вот, ну вот CoinMarketCap это такой мощный ресурс международный. Планируется ли внедрение маркетмейкера для поддержания увеличения курса на биржах? Это такой-то вопрос неоднозначный, потому что в целом существует такая практика, безусловно, маркетмейкинга, и мы общаемся с профессионалами в этой сфере. Вот, сказать однозначно, что мы собираемся этим заниматься я не буду, потому что такая, знаете, информация конфиденциальная, что ли. Понятно, что, в общем, могу сказать просто, что существуют различные технологии, которые способствуют росту биржевой стоимости актива, но мы являемся сторонниками того, чтобы спрос на биокоины был органичным и он возникал в первую очередь, я не скажу столько, но в первую очередь, потому что количество бизнесов, которые используют биокоины, увеличивается, у них увеличивается клиентская база, соответственно, им нужно все больше биокоинов, таким образом курс биокоина растет. Наверное, будут какие-то иные шаги предприняты, но хочу еще раз подчеркнуть, что первая важнейшая задача у нас именно такой вот органичный рост курса, связанного с тем, что у этого актива есть свой потребитель, который их приобретает не потому, что он испытывает спекулятивный интерес исключительно, а потому, что ему нужно просто для бизнеса это. И, наверное, когда полноценно заработает вся инфраструктура, то это будет способствовать тому, что курс биокоина будет расти уверенно, но совсем не так резко, как бывает растет у того же биткоина и каких-то еще криптовалют, зато также потом уверенно падает вниз на несколько раз. Нам бы хотелось выстроить такую инфраструктуру, которая была бы не зависела бы от таких спекулятивных скачков туда-сюда. И вообще с биткоином максимально не хотим быть связаны, потому что если мы видим посмотреть на том же CoinMarketCap что происходит с криптовалютой, мы увидим, что они все почти 99% повторяют эту логику биткоина. Он падает, они падают, он растет, они растут. Мы хотим сказать, что рост биокоина, курс биокоина должен в первую очередь связан с тем, что он реально нужен бизнесу, а не просто спекулянтам на бирже. Когда планируется био на битрексе? Честно скажу так, что вот эти биржи типа битрекс, колонекс, кракен и все прочие самые крутые биржи мира, они все работают, еще живут сами себе на уме. Никаких прозрачных правил, по которым коин или токен может попасть на эту биржу, не существует вообще. Да, они исходят из ликвидности на других биржах, да, они исходят из-за того, что есть определенный пиар той или иной монеты, то или иное сообщество, и для них ценно все вот это в купе, но при этом опять же ничего не гарантирует попадание в какую-то биржу, даже если у тебя большая ликвидность в других биржах, у тебя большую сообщество и так далее. Мы ведем с Битриксом наиболее активные переговоры всех больших бирж на данный момент. Поэтому да, планируется, но для этого нужно, чтобы полноценно заработала инфраструктура системы лояльности, для того, чтобы ликвидность Биокоина была естественным образом высокая. Если юридические лица покупают Биокоин, то кто является имитентом, какие у них полномочия и ответственности? Да. Имитентом права требования Биокоин является ООО Биокоин. Соответственно, юридические лица могут покупать у имитента, могут и друг другу. Если это юридическое лицо подписало договор с ООО Биокоин, то оно может вернуть эти Биокоины, продать эти Биокоины по текущему курсу ООО Биокоина за рубли. Так, кстати, я не говорил, не искал в основной презентации о том, что так работает сама система лояльности. То есть бизнес при приеме Биокоина ничего не теряет, так как если он вступил в систему лояльности, подчеркну, подписал договор и вступил в систему лояльности, а не просто на свой страх и риск решил принимать Биокоин, то он имеет право эти Биокоины потом предъявить ООО Биокоин как эмитент и получить рубли для возмещения потерянной выручки. То есть ко мне пришел в кафе какой-нибудь человек, оплатил, использовал для оплаты Биокоины и я недополучил рубли. Если мне нужно, я обращаюсь к ООО Биокоин, получаю рубли и возвращаю всю недополученную выручку. Если так, Эко-пол-фарм. Если лавка торгует майнерами, как это вяжется с концепцией экобизнеса. Во-первых, лавка не торгует майнерами, это точно. У нас действительно открылся на сайте Биокоин еще магазин вчера, который занимается продажей в том числе майнингового оборудования, но на самом деле самая главная цель этого магазина не в этом, она заключается в том, чтобы там начать реализовывать наши интересные решения холодные микрокомпьютеры для холодных криптокошельков, то есть для того, чтобы Биокоины можно было бы хранить постоянно в онлайне, потому что ноутбук вы там выключаете, недополучаете соответственно по постмайнингу какой-то прибыль. Если вы можете, и плюс, если это ноутбук, там интернет, доступ к вашим кошелькам теоретически, к вашему компьютеру, каким-то хакерам возможно. Вот мы разработали совместно с партнерами решение этому микрокомпьютеру защищенный, который при этом находится в интернете, но ничего с ним вообще сделать нельзя. Там находится кошелек, на нем находится Биокоин, он постоянно онлайн, вы получаете всегда вознаграждение и при этом это абсолютно безопасно. Биокоин от Антон, Экополфарм. Биокоин ничего не полетел. Нужно больше бизнесов добавить блокчейн Биокоин? Конечно. Собственно, я об этом только говорю, что наша цель увеличение бизнесов, через это увеличение покупателей и пользователей Биокоина и отсюда рост ликвидности. Должен быть рост ликвидности естественным образом. У нас на самом деле каждый день к нам поступают запросы о подсоединении, торможение, торможение заключается в технологическом решении, которое частично реализовано. Например, я пойду даже в магазин лавки, сниму это, выложу в телеграм-канал, в инстаграм, как заработало все это со вчерашнего дня у нас в лавке. То есть можно было оплачивать Биокоинами в онлайне, сейчас уже можно в оффлайне оплатить. Это же решение мы будем умножить по нашим партнерам. Скажу, что радует то, что это решение пойдет на 100% отвечает как правовому, так и технологическому обещанному решению. То есть запускается приложение с QR-кодом и вот, внимание, человек, у которого есть криптокошелек, он перечисляет Биокоины внутрь системы лояльности и они преобразуются в баллы и вот эти баллы уже списываются. То есть никакой оплаты Биокоинами не происходит для того, чтобы избежать всякого удозрения в использовании денежных суррогатов, никакого использования, никак Биокоины не оплачиваются. Биокоины предъявляются как право требования начисления бонусного балла, система начисляет им бонусные баллы и списывает их предоставляя скидку. Это уже работает. Вот я говорю, сегодня я сейчас после вебинара пойду, прямо все сниму и покажу. Так. Андрей Бугров. Подобная технология включенных компьютеров была принята за рубежом, затем запрещена. Объяснил это возможность вирусных вирусных атак. Ну, вот про запрещение ничего не знаю. Перкоин, тот же, на основе которого наш блокчейн создан, он успешно существует и сейчас. Не могу это прокомментировать. Антон, Экополфарм. Плюс Биокоин сезонная тема, урожай будет осенью и зимой. Это я не совсем понял. Вот кто-то пишет, Шимуратики 2. На самом деле, конечно, хочется сказать нет, но на самом деле и да, тоже. Ладно, Шимуратики, а вот Шаймиевки были. Потому что Татарстане, когда приезжают, что там они все гордятся тем, что в начале 90-х годов они, говорят, мы выжили просто, наше сельскохозяйство выжило, наша промышленность выжила, потому что вот эту эпоху нехватки ликвидности, нехватки денег выпустились в талонах. И вот благодаря этим талонам Шаймиевским, в общем, мы сейчас находимся у неразбитого корыта. То есть, ну, это понятно, что некое сообщество, оно решило проблему кассового разрыва, там, нехватки ликвидности. Безусловно, в этом смысле, ну, биокоин, это некоторое решение для какого-то сообщества, которое испытывает недостаток кредитных, скажем, средств или каких-то инвестиционных средств, вообще средств, вот как-то решать свои проблемы, но при этом абсолютно находясь в рамках легального поля. Все важно. Андрей Бугоров, российские регионы, где вы ведете переговоры? Вот, в упомянутом Калининградской области на данный момент, в Татарстане, ну, возможно, Мурманской области. Вадим, как с вами можно связаться для сотрудничества? Вот, тут в презентации указана почта моя, Инстаграм, можете там написать. Ага. Андрей Бугоров, это обязательное требование биржи, маркетмейкеры? Ну, нет, такого обязательного требования нет. Вопрос в том, что просто без профессионального маркетмейкерства, скорее всего, те активы, которые еще не слишком ликвидны, да, они будут испытывать сложности. Поэтому, безусловно, маркетмейкеры это важно и хорошо, но сказать, что прямо сейчас мы за ними побежали, я не могу. Гость пишет, на что купить первичное сырье, хлеб, чай, владелец магазина в районе Татарстана, который принимает тупую валюту от сельского жителя? Ну, никто не говорит, что он, во-первых, должен принимать ее в рамках 100% оплаты чека. Это каждый предприниматель сам решает, как, кстати, у меня с биокоином. У нас, например, в лавке можно до 100% оплатить, до 99,9% можно оплатить с помощью биокоина. Но, даже не с помощью биокоина, как я объяснил, предъявить биокоин, который, как право требованием, будет начислен балл и так далее. Ну, в общем, если кто-то, какой-то другой бизнес может принимать биокоин в рамках 10% фатчек или 20%. Так что, это каждый бизнес в Татарстане сам будет решать, какой процент ему хотелось бы принять. Но, вот, ответ на этот вопрос, что в идеальном случае у этого актива, у этого криптоактива должна быть такая ликвидность, такой спрос на него, что у владельца бизнеса должна быть мотивация, как раз, желание принимать такой балл, потому что он будет понимать, что, во-первых, он может в случае необходимости перевести в рубли, в случае, в лучшем случае вообще через, оставить его как какой-то инвестиционный инструмент или продать через какое-то время, если ему нужно будет больше, больше, да, ну, опять же, вы пишете, там, не принимает криптовалюту. Я вообще не говорю о приеме криптовалюты, потому что понятно, что в рамках российского законодательства нельзя принимать криптовалюту, чтобы продавать за криптовалюту, и я никого не призываю это делать. Речь идет о использовании криптотехнологии, а не то, чтобы принимать криптовалюту. Гость Николай, готовы ли содействовать регионам, которые выйдут к вам с проектами, подобные, как в одном из районов Престатарстана? Можно ли получить от вас презентацию по этому направлению? Да, конечно. Готовы, опять же, вот мой почтовый адрес Бакимов Собака Лавка Лавкару. Пишите, все отправим. Антон Экопол Фарм. Мы бы хотели продать предзаказ на 1-2 тонны меда с нашей фермы Экопол. Деньги направим на развитие фермы. Есть ли возможность это сделать? Вопрос не только, Борисович, но и уважаемый участник этого вебинара. Ну вот. Поможете, Антон, выпустить какие-то, например, ваши токены, которые будут обеспечены медом. Тем самым, сможете привлечь не только тех, кому мед нужен, но и тех, кому как-то под причиной симпатичной ваша идея, или, может, надеюсь, в мед цене вырастет. Тем самым токен тоже. Так. Гость. Расскажите подробнее про биомайнер, когда планируется продажа, запуск. На самом деле, мы уже на... Биомайнер, это, собственно, тот самый кошелек, который постоянно находится в онлайне, при этом он безопасен, туда никто не доберется, желающий что-нибудь украсть, при этом вы постоянно получаете вознаграждение по этому самому алгоритму постмайнинга. Вот мы на финишной прямой, на самом деле, на сайте store.biocoin.bio там уже лежит, по-моему, предзаказ на него или вот-вот появится. можно зайти уже посмотреть. Так. Про мёд уже пошли большие разговоры продажи. По-моему, это хорошо. Вот, видите, хотя бы поэтому мое сегодняшнее выступление было не напрасно. Договорились про мёд. Значит, пишет Гест. Сегодняшний курс bio 0.43. Продажа токена на сайте 0.5. В чем профит? Так. Ну, если вы внимательно посмотрите, то на сайте указан средневзвешенный курс на сегодняшний день по продаже и покупке биокоина юридическим лицам, участникам системы лояльности. курс продажи, по-моему, на 15% в ту сторону и в другую сторону он меняется. То есть, если вы, соответственно, покупаете биокоин, это будет 0.5 плюс 15%, если вы продаете биокоин, то 0.5 минус 15%. Но это, если вы говорите про сайт биокоин.bio, предложение только для юридических лиц, участников системы лояльности. Алина пишет, Экспо недоступен, что делать? Имеется в виду, что кошелек наших партнеров в САВЛ, в котором есть возможность хранить биокоины, был внутри Экспо. Это такое приложение в Apple Store. И он сейчас недоступен, правда. То есть, дело даже уже не в нас и даже не в наших партнерах, которые САВЛ выпустили, а дело в том, что вот эти люди, разработчики Экспо, они что-то в своей логике в самом продукте поменяли, и сейчас он недоступен. Но хочу быть надежным, буквально на следующей неделе наши партнеры, которые САВЛ выпустили, они сказали, что очень надеюсь, что на следующей неделе уже в Apple Store будет лежать САВЛ, и можно будет его скачать, уже полноценный кошелек. И только главное, чтобы у вас слова были записаны, те, которые в кошельке были, вы их введете, и, собственно, у вас все восстановится. Так. Планируете ли вы новые конкурсы и розыгрыши? Да, планируем. Мы вообще используем конкурсы и розыгрыши как инструмент оповещения нашего комьюнити, о том, что новый партнер подсоединился, присоединился к платформе. Поэтому будем стараться каждую неделю один уж точно конкурс проводить. Так. Если у нас недостаток оборотных средств, можете что-то конкретное предложить? Ну, вот я могу сказать, попробовать выпустить свой токен, который был бы обеспечен, например, медом, да, или чем вы там занимаетесь, и тем самым привлечь оборотные средства в случае возникновения кассового разыгрыша. Так. На бирже запрещено торговлю любой бумаги без маркетмейкера. Он сам обязан подключиться. Такое правило с биржей и они прописаны на эти биржи. Ну, вы имеете в виду брокерские, брокеров и так далее. Да, правда. В этом смысле, если говорить про маркетмейкеров, то да, они обязательно нужны. Просто криптобиржи существуют с другим законом, во-первых. Во-вторых, если говорить про криптобиржи, то в России они вообще вне закона, как бы, они не регулируются никак. Поэтому в этом есть определенная сложность для экосистемы нашей, потому что мы, в принципе, идеально она должна работать так. Компания, которая присоединяется к платформе Биокоин, к системе лояльности, должна отправиться на биржу, там приобрести эти Биокоины и, собственно, использовать для начисления. Но пойти на биржу она сейчас не может, потому что она не может вывести деньги официальные. Поэтому она может пойти к нам или к какому-то другому юридическому лицу и заключить договор и приобрести Биокоины как право требования. Поэтому мы, на самом деле, очень ждем того, что появятся легальные биржи. Мы, в общем, все, что было нужно, сделали в рамках нынешнего законодательства. Ну, биржи мы, к сожалению, никак не можем описать, потому что они вот описаны очень строго определенным образом и криптобиржи под это дело не попадают. Сейчас из хороших новостей в прошлом, на этой неделе, в конце прошлой недели Центральный банк все-таки запустил криптопесочницу, куда мы подали заявку и также РТС, наши партнеры, которые должны были запустить в октябре еще месяце криптоплощадку восход и где мы должны были провести ICO, собственно, они тоже подали заявку, поэтому мы очень надеемся все-таки, что на восходе на восходе, но этот момент приближается и появятся легальные площадки. Так, что вы можете сказать про Аграриум? Ну, вот, честно говоря, не буду комментировать, что-то как-то изучал их сайт, но плохо помню. Так, спасибо за вебинар, было интересно. И вам спасибо, еще раз говорю, что вот сложно говорить просто в экран компьютера, поэтому иногда как-то сбивался. Андрей Бугров, вы работаете только с юридическими лицами? Ну, мы, как компания BioCoin, работаем только с юридическими лицами. Другое дело, что другие юридические лица, которые приобрели у нас BioCoin, они могут с ними делать то, что они считают нужным. Наверное, они там, иногда с ними поступают как-то иначе, нежели как просто хранят или продают нам. Может быть, они продают их физическим лицам, в принципе, это их дело. Так, Алиэн спрашивает, а если не записали слова Савву? Ну, тут очень плохо. Но это, на самом деле, не вопрос к Савву, это вообще-то любой кошелек, криптокошелек, он работает по такому принципу, что в момент, ну, может быть, не любой, но почти все так работают, он вам для того, чтобы вы могли восстановить ваши монеты, в случае чего, дает набор эти слова надо ввести. У вас, предположим, украли ваш телефон, сломался телефон, сломался компьютер, то есть, не обязательно здесь вина Эксова должна быть, это может быть просто крат снять, сломско, вся seni, она, 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 Не знаю, слышно меня сейчас. Хотел ответить на последний вопрос, почему вы выбрали платформу Percoin. Ну, собственно, выбрали ее мы, потому что она на алгоритме POS, Proof of Stake, это зеленый майнинг, экологичный. Вот, наверное, на тот момент, когда мы выбирали летом 2017 года, это была единственная причина. В остальных каких-то нюансах мы на самом деле в тот момент особо не разбирались. В общем, мы как-то погрузились в блокчейн, и очень быстро этот мир стал частью нас. Но в тот момент еще там июль, июнь прошлого года, нам было не все ясно, поэтому это был такой интуитивный выбор. Ну, кажется, я ответил на все вопросы. Если какие-то еще вопросы есть, давайте еще пять минут. Если нет, то давайте заканчивать. Я всем благодарен, кто, несмотря на мою красноязычность, оставался с нами и выслушал. Спасибо вам большое. Если что, есть какие-то еще другие вопросы, пишите на почту, пишите мне в Инстаграм. Спасибо, до свидания. Спасибо.